добрый день всем я рада приветствовать вас на своем канале из вечного города туристы посетившие рим и налюбовавшись развалинами колизея античного города и другими достопримечательностями столицы непременно дороги приведут и в рим подземные сегодня я расскажу вам о базилике сан-мартино-ай-монти расположена она в историческом центре города в районе монти перед нами скромный фасад церкви 17 века первая церковь была построена на этом месте в четвертом веке папой сильвестром первым поэтому базилика стоит на больших блоках туфа которые принадлежат останкам сервия стены 4 век до нашей эры и центральные не в базилике как вы видите украшают античные колонны а в проходах находится ценный цикл и 16 настенных росписей на стене можно найти изображение интерьера сан-дживани и латерана латеранского дворца до его реконструкции в 15 веке очень красивый полихромный деревянный кессоновый потолок украшает базилику церковь посвящена папы сильвестру первому и святому мартину турскому которые почитаются в православии родился он на территории современной венгрии и был христианским епископом четвертом веке на территории бывшей римской империи большую часть своей жизни святой мартин провел в качестве солдата поэтому здесь на картине он изображен на коне предание церкви гласит о том что суровой зимой 335 году мартин встретил полуголого нищего и видя как тот страдает разрезал свой военный плащ пополам и поделился им с нищим на следующую ночь он увидел во сне христа одетого в половину своего военного плаща он слышал как иисус сказал своим ангелам вот мартин римский воин который не крестился но отдел меня в этом бюсте находится мощи святого мартина которые выносят по определенным праздничным дням для поклонения верующих так святой мартин был епископом города тура в галии это нынешняя франция он и сейчас считается одним из великих святых не только франции но и всей западной европы в италии ему посвящено более 900 церквей он является одним из основоположника монашества на западе а в церкви есть нижний предел куда мы сейчас и спускаемся среди приписываемых ему чудес есть также три случая воскресения за которым был назван тот кто воскресил трех мертвых в крипте находится мощи мучеников первых христиан при спуске в крипту с левой стороны находится плита и на ней написаны все имена святых и мучеников которые находятся в этой церкви в том числе здесь можно увидеть и имя святого мартина так день почитания на западе святого мартина 11 ноября эта дата стала необыкновенным праздником во всей западной европе в день почитания святого во франции католических районах германии и австрии устраивает праздничную процессию во главе которой едет человек одеты как мартин военные доспехи дети поют песни традиционная еда в этот день гусь так как согласно легенды мартин не хотел становиться епископом поэтому он спрятался в хлеву где было полно гусей и этот эпизод с гусями остался даже скандинавской традиции когда-то его праздновали по всей швеции но и конечно в италии культ святого связан с определенными традициями например венеции в этот день готовят сладость сан мартина сладкое печенье форме святого с мечом на коне украшенный яичным белком и сахарной глазурью пока я вам рассказывала за празднование культа святого мартина я вам показала нижнюю крипту которая очень красиво декорирована но это еще не все мы спустимся еще ниже церковь расположена в районе который во времена римской империи был посвящен египетским богам и сиди и серапису это время императора октавиана августа 1 век до нашей эры чуть позже уже в начале первого века нашей эры на территории где находится церковь повлияла строительство золотого дома нейрона а уже концу первого века нашей эры и второго века здесь были постройки терм и бань императоров тита и трояна мы спустились в подземелье базилики где попали в прямоугольную кирпичную комнату которая разделена на три нефа шестью колоннами здание датируется примерно третьим веком она была частью ближайших термальных ванн и вероятно позже уже использовалась как в коммерческих целях возможно как крытый рынок или что говорят археологи более вероятно как склад в конце третьего века или в начале четвертого стали использовать для христианского богослужения как говорят документы папа сильвестр обосновал здесь небольшую церковь обустроил комнаты соответствии с потреблением христианского обряда и для общественных собраний в этом районе города когда были обнаружены эти помещения под церковью между археологами историками возникла ожесточенная полемика некоторые историки полагают что здание использовалась именно потому что она находилась в центре района где все еще процветали языческие восточные культы такие как метроизм культ и сиды сераписа против которых и боролись христиане и вот так спустившись под земелье базилики и прогуливаясь по комнатам здания можно почувствовать как одна эпоха сменяла другую только себе представить древние христианские обряды и веру тех людей которые в те годы в 313 году были легализованы императором константином и могли свободно исповедовать свою религию великолепная церковь в стиле барокко которая находится наверху нам позволяет совершить увлекательное путешествие во времени спустившись в ее подвал можно испытать глубокие эмоции внезапно почувствовав себя в четвертом веке нашей эры на заре христианства по некоторым источникам в 324 году в этой базилике папа сильвестер 1 отпраздновал подготовительное собрание к первому никийскому собору а это мозаика алтарь сытого папы сильвестера в склепе а а а Субтитры создавал DimaTorzok А здесь можно увидеть надпись «Это захоронение одного из кардиналов церкви». Сохранилась античная мозаика III века. На стене можно увидеть раннехристианские фрески. А я возвращаюсь на верхний уровень церкви. Если вам понравилось видео, пожалуйста, не забывайте ставить лайк. Дружно подписывайтесь на мой канал. И до новых встреч! Всем пока-пока! Чао-чао! Субтитры создавал DimaTorzok